Российско-иранские разногласия по Сирии реальные или надуманные Абдельбариатван, Арай Алиум, Великобритания 8 июня 2018 года С каждым днем увеличивается количество сообщений, подтверждающие готовность сирийской армии к наступлению на юге страны для возвращения куни-трейдера, а также для восстановления контроля над контрольно-пропускным пунктом на СИП на границе с Иорданией Кроме того, неоднократно повторяются призывы к выводу иранских сил и ливанской Хизбаллы из этого района в ответ на требования Израиля А также существуют иранско-российские разногласия касательно дальнейшего присутствия Ирана на сирийской территории и необходимости окончательного вывода его сил из страны По нашему мнению, разговоры о российско-иранских разногласиях несколько преувеличены Слухи о них распространяются умышленно, и тому есть несколько причин Пока преждевременно говорить об этой проблеме, потому что война на сирийской территории все еще продолжается, и обстоятельства, которые привели к военному присутствию Ирана, будь то на уровне консультантов или военного контингента, не изменились У иранцев нет проблем с выводом войск или консультантов с сирийской территории, потому что их там никогда не было А их вмешательство в сирийский конфликт вместе с силами Хизбаллы произошло не с позволения Израиля или России Они защищали своего стратегического союзника, которому угрожал крах и падение режима из-за вооруженных группировок, поддерживаемых США и Персидским заливом Этим группировкам удалось взять под контроль более 70% территории Сирии и создать Исламский Эмират с соблюдением всех норм шриата Если мы вернемся к истории российско-иранских разногласий, то необходимо вспомнить, что стратегическое партнерство между двумя странами началось задолго до сирийского кризиса Слухи о возникших разногласиях пошли после заявлений, сделанных президентом России Владимиром Путиным после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, которая состоялась 17 мая в Сочи Когда Путин заявил о необходимости вывода всех иностранных войск с территории Сирии, то он имел в виду американские силы, но неправильно исключать иранские и российские силы, которые вмешались в сирийский конфликт по официальной просьбе сирийского правительства Кроме того, российский президент связал вывод иностранных сил и начало политического урегулирования в Сирии Политическое урегулирование еще не началось, и даже если он будет запущен, то все равно более 20% территории Сирии все еще не находится под контролем правительственных сил Многие ошибаются, рассматривая Иран как соперника России в регионе Их интересы могут различаться, что вполне логично и ожидаемо, но ситуация пока не дошла до стадии столкновения Это мечты тех, кто не достиг своих целей в Сирии и потерял миллиарды долларов Как, например США, которые по признанию Трампа, потеряли 70 миллиардов долларов Президент Путин не смог добиться таких результатов на сирийской территории без присутствия Ирана и его военных союзников во главе с силами Хизбаллы Когда задача Хизбаллы оказалась выполненной, то Иран решил отозвать ливанские силы по собственному решению А не в ответ на давление со стороны России или Израиля Нет ничего, что могло бы предотвратить их возвращение в любой момент И, возможно, даже с большим импульсом, если в этом появится серьезная необходимость С каждым днем увеличивается количество разговоров о выводе иранских сил с юга Сирии Во избежание конфронтации с Израилем или слухов о давлении на русских Южный регион включен в российско-американское соглашение о деэкалации Но это не препятствует прогрессу сирийской армии по восстановлению контроля над территорией страны Восточная Гута также была включена в соглашение и кто теперь ее контролирует И какова судьба группировок, которые ранее контролировали Гуту, и в первую очередь Джейшал Ислам Не пересекай красную линию Русские искусные и хитрые введения по этапной политике Они запускают ложные слухи и обеспечивают утечку информации, особенно на сирийской арене И в первую очередь, на наш взгляд, слухи о разногласиях с Ираном Ближайшие месяцы подтвердят наши ожидания, что президент Путин знает лучше всех Комментарии читателей Юсеф, между Ираном, Россией и Сирией нет принципиальной разницы, поскольку у них одна цель И работа каждой из сторон является взаимодополняющей Русские спокойные Иранцы умные Сирийцы храбрые Хизбалла дает искренние обещания и объединяет мусульман, которые верят в будущее Тунисское сопротивление Русские и иранцы находятся на вершине стратегического взаимопонимания Несмотря на то, что израильский враг имеет злые намерения и создает конфликты Он очень слаб и теперь не может преуспеть Люди сейчас осознают это Русские иранцы находятся на вершине стратегического взаимопонимания Противник пытался вбить между ними Клин, но потерпел неудачу Азиз Юсеф, иранская газета напала на Путина, написав о секретных соглашениях касательно ухода Тегерана из Сирии Вот единственный источник этих слухов Эта газета очень близка к идеям господина Раухани Российские газеты цитировали ее, а затем передали новости всем, и врагу и другу Это заявление не отражает правду, которую мы знаем Это просто политические шаги Путина и Ирана Господин Муалем сделал четкое заявление об этом Он подтвердил, что иранские советники присутствуют по просьбе сирийского правительства и продолжат свое нахождение в Сирии Джамала Аддин Аль Джазаир У России свои интересы, у Ирана свои А слова господина Абдель Барятвана не лишены истины Неразумно оказывать давление на Россию, чтобы Иран ушел из Сирии Она не имеет никакого права и никакой власти над Ираном Россия очень хорошо знает, что представляет собой Иран У них могут быть разногласия по некоторым деталям, что вполне вероятно Но этого мало для начала соперничества или удара в спину Более того, Иран и Россия были союзниками еще до начала событий в Сирии У них есть стратегическое взаимопонимание, а их единственный враг – Америка и американская НАТО Вот почему сионист Нетаньяху с высунутым языком бегает из страны в страну, особенно в Россию Возможно, он хочет повлиять на политику России в отношении Ирана, но это невозможно Аллаху ведомо лучше Газа Алязза, Америка потратила 70 миллиардов долларов, Иран 100 миллиардов долларов, а Россия в Сирии потратила миллиарды, чтобы противостоять арабской весне и подавить стремление народа к свободе Они убивали сирийцев и возвращали их на путь послушания, который на протяжении десятилетий создавался Америкой, Россией и Израилем для сохранения безопасности Израиля Режим Асада – один из столпов этого пути Сионистский Запад и Израиль неоднократно заявляли, что они не намерены свергать режим, и приветствуют контроль шибихи Асада над сирийско-израильской границей Иран ввязался в сирийскую революцию и встал на сторону угнетенных народов Он утверждает, что потратил сотни миллиардов и тысячи душ, а взамен получил ненависть арабов В конце концов, иранцы будут вынуждены уйти, потому что тех, кто сейчас контролирует Сирию, больше А режим Асада – это всего лишь картинка, руководящая небольшой милицией в Сирии Дервиш – будет праздник для Ирана, Хизбалла или России, когда их солдаты и боевики вернутся обратно на родину к своим семьям, чтобы жить как все Есть люди, которые считают, что Иран, Хизбалла, Россия, и даже сирийская армия будут счастливы вне военных казарм Все бойцы находятся в Сирии, чтобы защитить себя И они в этом правы, потому что ИГИЛ, запрещена в РФ, примечаний Ред, и другие группировки доказали свое чисто израильское происхождение Израиль думал, что ИГИЛ почистит регион, потому как арабы и ислам – те, против кого необходимо вести войну из-за их безнравственности Этот проект был последней картой ваххабитов, поскольку им уже не важно, что люди думают об исламе Мы видим, что Саудовская Аравия была освобождена от подковерных отношений с Израилем И вот ваххабиты, Саудовская Аравия и весь Исламский залив говорят, что они с Израилем Они поощряют евреев во враждебном отношении к Ирану Они все хорошо продумали, однако они ошибаются, считая, что арабский гражданин глуп и не понимает политику Я считаю, что победа сирийской армии – вывод союзных войск и возвращение любимой Сирии – то, чего хотят иранцы и все союзники Ачартонон Сирия, Русия антиран феатурет и Насраль сларгес да и лынеус папир, уичрятцы к неу уичмистры Пич.твиттер.чон-4Е1С0C7ZCQ Исраэль Бриакинг Собака Исраэль Бриакинг 9 апреля 2018 года Ибнаблуз Америка и Россия Объединяют усилия, когда дело касается Израиля или сионистских интересов в регионе Лично я доверяю иранцам больше, чем россиянам Рида Аль Джазаир Русские стремятся к реализации только своих интересов и преследуют интересы Израиля в регионе В то время как другие – только пешки или пушечное мясо А есть те, кто считает, что Россия покинет Сирию или отдаст часть ее Ирану Безмолвный, присутствие российских сил в Сирии координировалось с США и Израилем для сохранения режима безопасности в Сирии И обеспечения безопасности Израиля после истощения финансовых, человеческих и военных ресурсов Ирана, Саудовской Аравии, Турции и Катары в Сирии Результатом стала гибель и перемещение этих бедных людей Али, заключение статьи замечательное и очень выразительное Президент Путин знает лучше всех К сожалению, ни Раухани, ни Асад, ни даже Хаминей не знают лучше хитроумного президента Путина Спасибо